Распятие. Самая ужасная и позорная казнь в древнем мире. Всё происходило настолько унизительно и мучительно, что в римском обществе одно лишь упоминание о нём считалось дурным тоном. И это именно то, что произошло с Иисусом, который в Библии назван Мессией. Но поскольку Писание представляет Иисуса не обычным человеком, а воплощением самого Бога, то рано или поздно вдумчивый читатель становится перед непростым выбором. А кто, собственно, умер на кресте? Бог или человек? Нередко, пытаясь указать на слабые стороны христианского учения, данный вопрос поднимают атеисты, мусульмане и представители прочих религий. Как вы уже поняли, есть две основные позиции по этому вопросу. Но какая из них верна и действительно ли в христианской теологии всё так плохо? Что ж, попробуем разобраться, но для этого нам потребуется внимательно выслушать каждую из сторон данного спора. Прежде чем мы начнём, позвольте напомнить, что контент на данном канале создаётся большой командой специалистов, которые неустанно трудятся над тем, чтобы подготовить новые интересные видео высокого качества. Благодаря вашим пожертвованиям мы сможем продолжить развивать наши текущие проекты и разрабатывать новые. Вы можете поддержать нас разовым банковским переводом, либо подписаться на регулярную поддержку, получив доступ к таким приятным бонусам, как ежедневные утренние вдохновения в аудиоформате, христианские аудиокниги, их, кстати, мы записали уже более 80 штук, музыка с наших видео, бэкстейджи со съёмок и другие. Вы можете поставить это видео на паузу и поддержать нас прямо сейчас, перейдя по ссылке в описании. Ну а теперь мы возвращаемся к теме данного выпуска. Первая позиция подразумевает, что за грехи всего человечества на кресте умер именно человек, Мессия Иисус. Её сторонники сразу обращают внимание на слова, записанные в первом послании к Тимофею, где о Боге сказано следующее. «Единственный, имеющий бессмертие, обитающий в неприступном свете, которого никто из людей не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь». Бог – это единственный, кто бессмертен по своей природе. Будучи началом всему, Бог не имеет начала, как не имеет он и конца, а значит, смерть просто не может быть применима к тому, кто сам есть жизнь. Говоря иначе, Бог и смерть являются понятиями совершенно разного порядка, и на уровне антологии они просто несовместимы. Подхватывая эту мысль, приверженцы данной позиции обращают наше внимание на удивительные слова об Иисусе, записанные в Евангелии от Иоанна. «В нем была жизнь, и жизнь была светом для людей. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Евангелист указывает, что в Иисусе была самобытная божественная жизнь, которая названа светом для людей. И это значит, что для нас, грешных и смертных творений, он является единственным источником спасения и жизни. И далее сказано, что однажды чма пыталась объять, то есть захватить или каким-то образом сковать этот свет, однако ей это не удалось. Таким образом, в этих стихах есть намек, хоть и не столь явный, что смерть так и не могла погасить божественную жизнь в Иисусе, а потому окончательно проиграла схватку с Сыном Божьим. Но разве не написано, что жизнь отдал именно Божий Сын? И разве само это выражение не означает, что Иисус представляет собой второе лицо Божественной Троицы? Что ж, это не совсем так. Дело в том, что иудеи времен Иисуса верили в единого Бога, а не в три единого. И фраза «Сын Божий» в их понимании означала нечто совсем другое. Обратите внимание на то, как данное выражение используется в Евангелии от Матфея. Он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» А Симон Петр сказал в ответ, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус же сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец Мой, сущий на небесах». За что Иисус похвалил Петра? Как видим, Господь похвалил его за исповедание веры. Однако кем Петр здесь назвал Иисуса? Читая данный фрагмент, многие думают, что здесь он провозгласил своего Учителя Богом. Но, пожалуй, для такого вывода Петр был еще не готов. Смотрите, что он на самом деле говорит. «Ты Христос, Сын Бога Живого». Вполне очевидно, что и Христос, и Сын Бога Живого представляют собой одно и то же понятие. Однако греческое слово «Христос» означает «помазанник» и в таком контексте указывает на Мессию. Проще говоря, здесь Петр в присутствии учеников объявил Иисуса Мессией. И в данном случае, как и во многих других, выражение «Сын Бога Живого» необходимо понимать именно как Мессия. По правде говоря, хотя называть Иисуса Богом допустимо, но все же не всегда корректно, и этому есть одна причина. «И Слово стало плотью и обитало среди нас, полная благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Когда Вечное Слово стало плотью, Бог соединил Свою природу с человеческой. Поэтому Иисуса, родившегося от Марии, правильно будет называть не Богом, а Бога-человеком. Еще раз, Иисус является Богом не какую-то одну сущность, божественную или человеческую, но обе вместе взятые. Непонимание этого момента как раз и порождает вопросы наподобие, как Бог может спать, есть нашу еду, испытывать жажду и прочие подобные спекуляции исламских апологетов. Однако, если мы понимаем, что Бог принял человеческую природу, то есть наше тленное тело, состоящее из плоти и крови, то нам будет легче вообразить, что на кресте смерть поглотила именно физическую природу Иисуса, в то время как божественная сущность осталась нетронутой. Отметим также, что хотя мы знаем Его по имени Иисус, до воплощения у Него было совсем другое имя. Если вам интересен данный вопрос, дайте знать в комментариях, чтобы мы понимали, стоит ли посвящать этому отдельное видео. Ну а сейчас вернемся к нашей теме. Многие подмечают, что когда речь заходит о спасении, подчеркивается именно человеческая природа Иисуса. Например, в послании к римлянам мы читаем следующее. Поэтому, как через одного человека грех вошел в мир, и через грех смерть, так и смерть перешла на всех людей, поскольку все согрешили. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного умерли многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. Ибо если смерть воцарилась через преступление одного, то тем более принимающие изобилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни через одного – Иисуса Христа. То есть, как через одного человека зло вошло в мир, так через другого человека оно было побеждено. Раз за разом эта мысль повторяется в приведенных цитатах апостола Павла. Проблема произошла внутри творения. Поэтому Богу необходимо было войти в свое творение, слиться с ним, стать его полноправной частью, и лишь тогда он получил бы возможность все исправить. Рождаясь в наш мир, Иисус становится вторым Адамом, тем самым претендуя на роль управителя нашего мира. И этот второй Адам столь верен Отцу, что желая исполнить его волю, он готов отдать собственную жизнь и умереть самой позорной смертью. Таким образом, поступок, совершенный вторым Адамом, нейтрализует последствия от непослушания, совершенного первым Адамом. Грех побежден праведностью, смерть – жизнью. А человек, наконец, может вновь отражать образ своего Творца. Но если мир нуждался в появлении человека, чья верность Отцу устранит проклятие, вызванное неверностью первых людей, то вполне очевиден вывод, что для выполнения данного замысла в смерти Бога не было необходимости. И в контексте всего сказанного, жертва Христа, как и все евангельские повествования, обретают удивительную смысловую гармонию. Например, в конце Евангелия от Матфея записаны такие слова Иисуса. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». До своего воскресения у Матфея Иисус не говорил ничего подобного. И теперь становится понятно, почему. Всемогущий Бог и так имеет полноту власти в нашем мире. Однако Иисус победил смерть и воцарился именно как Мессия. В мире произошли удивительные перемены. Поэтому далее Он посылает учеников сообщить всем народам эту добрую весть. И вновь мы видим, что ключевую роль здесь играет мессианский мотив, а не божественный. Конечно, это не значит, что Иисус не имел божественной природы. Но это значит, что для достижения спасительных целей Творца смерть божества вовсе не требовалась. И если, читая апостолов, мы держим в уме эту идею, то множество ранее непонятных мест Писания становятся наконец-то понятными, открывая нам всю свою силу и красоту. «И как безмерно величие Его могущества в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он совершил во Христе, воскресив Его из мёртвых и посадив Одесную себя в небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в грядущем. И всё Он покорил под ноги Его и поставил Его превыше всего главой церкви». Бог воскресил Иисуса. Он посадил Его рядом с собой на престоле. Теперь Он выше любой власти и осуществляет правление, а потому сила Христова воскресения действует в нас, признающих Его своим царём. Всё сказанное имеет смысл только в контексте человеческой природы, и мессианского служения Иисуса. Ведь если Бог воссел на свой престол, то что здесь нового и в чём заключается победа? Однако если в небесных сферах рядом с Богом сейчас находится абсолютно телесный человек, которому дана наивысшая власть во Вселенной, то суть подвига Иисуса становится понятной. В своём теле Он вернул нас в присутствие Отца, а Его воцарение означает, что Он получил власть исправить наш мир, и дни дьявола уже сочтены. Поэтому Церковь, названная Телом Христа, поставлена уже сейчас провозглашать целительную власть нового царя и нести её людям. Хорошо. Звучит весьма неплохо. Но если смерть Бога в принципе не требовалась для нашего спасения, то зачем Ему вообще было становиться человеком? Какой в этом смысл? На этот счёт сторонники данной гипотезы дают такой ответ. Воплощение Сына было необходимо для того, чтобы соединить человека с Богом и таким образом обновить нашу падшую природу. Это значит, что Бог пожелал войти прямо в нашу сущность, чтобы своим жизнетворным присутствием осветить её и пересотворить. И благодаря Иисусу Он уже живёт в тех, кто поверил Евангелию, как о том пишет апостол Павел. Пожалуй, сказанному достаточно, чтобы понять аргументацию позиций, гласящей, что на кресте умер именно человек, Мессия и второй Адам. И в этом есть суть спасения, совершённого Иисусом Христом. Весьма убедительно, не так ли? Однако, прежде чем делать какие-то выводы, нам следует выслушать аргументы второй стороны. Доводы второй позиции не столь многочисленны, но это никак не влияет на их убедительность. И сейчас вы сами это увидите. Открывая послание к филиппийцам, сторонники данной гипотезы обращают наше внимание на следующие слова. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Греческое слово «морфе», переведённое как образ, в данном случае указывает не на внешность, но на сущность предмета. Поэтому об Иисусе сказано, что, будучи по природе Богом, он принимает на себя человеческую природу, тем самым становясь Бога-человеком, то есть личностью, у которой есть две природы. И далее сказано, что эта уникальная личность в своём послушании умирает на кресте. Стоит подчеркнуть, что сам текст здесь вполне однозначен и не оставляет даже малейшего намёка на то, что смерть постигла лишь человеческую сущность Бога-человека. И это ставит нас перед выводом, который хиллогически крайне трудно принять, а именно, что на Голгофе смерть познал не просто Мессия, но сам Бог. Теперь наше внимание переносится на послание к Колоссянам, где о Христе сказано следующее. «Ибо в нём обитает вся полнота Божества телесно». Да-да, вам не показалось. Здесь написано, что в теле Иисуса пребывала и пребывает вся полнота Божества. Однако, если учитывать сказанное, то насколько справедливо думать, что в момент Его смерти умерла лишь телесная оболочка, а всё остальное осталось нетронутым? Что ж, это весьма справедливый вопрос, и держа его в голове, мы с вами последуем к золотому стиху, записанному в Евангелии от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Итак, что же мы с вами только что прочитали? Здесь написано, что Бог по своей великой любви к человечеству отдал на смерть Своего Единородного Сына. Но кто такой Единородный Сын? В греческом тут используется слово «моногенейс», указывающее на наличие одного генома. Проще говоря, здесь сказано, что Отец послал Сына, которых имеет ту же сущность, что и Он Сам. Вполне очевидно, что здесь выражение «Сын Божий» означает нечто большее, чем просто «Мессия» и указывает на Его Божественную природу. Сам текст чётко провозглашает, что Иисус становится источником спасения, потому что Он имеет Божественный геном. Это означает, что ни ангел, ни человек и никакое другое существо во Вселенной не способны выполнить искупительную функцию жертвы за грех. Однако её может выполнить Божественный Сын, как о том сказано в Послании к римлянам. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего, в подобии плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти». Отсюда следует, что жертвой за грех мог стать только тот, кто имеет Божественный геном и является Сыном Бога в особом, уникальном смысле. А если это так, то разве мы можем вести речь о том, что спасительный замысел не требовал заместительной смерти самого Бога? Пожалуй, у нас всё же есть основания считать, что Он этого требовал. Не менее сильный аргумент в пользу второй позиции находится в 10 главе Евангелия от Иоанна. «Потому любит Меня Отец, что Я отдал жизнь Мою, чтобы опять принять её. Никто не отнимает её у Меня, но Я сам отдаю её. Имею власть отдать её, и власть имею опять принять её. Сию заповедь получил Я от Отца Моего». Обратите внимание, Иисус говорит, что Он сам отдаёт свою жизнь, и никто не отнимает её у Него. Слова о том, что никто не отнимает жизнь у Иисуса, можно понимать так, что никто не в силах отобрать у Него жизнь. Однако все мы прекрасно знаем, что жизни человека в принципе нетрудно отобрать. Для этого найдётся множество способов, стоит только захотеть. Но если вышеуказанное понимание верно, то что же в действительности пытается сказать Иисус? Быть может, Он имеет в виду, что умереть предстоит не просто человеку, но самому Богу, который имеет власть отдаться в руки смерти, равно как Он имеет власть и выйти из её объятий? Конечно, способность или неспособность Бога умереть является великой тайной. Однако такое прочтение слов Иисуса представляется весьма правдоподобным. А значит, вполне вероятно, что на кресте скончался не просто второй Адам, но всемогущий Творец и Жизнедатель. Но если у кого-то возник вопрос наподобие, почему мироздание не рухнуло в момент смерти своего Создателя, то ответ может быть следующим. Поскольку Библия открывает нам Бога в трёх ипостасях, то есть как Отца, как Сына и как Святого Духа, то вполне очевидно, что во время смерти Божьего Сына две ипостаси Божества остались нетронутыми. Двое из трёх продолжали поддерживать бытие Вселенной. И потому в момент кончины Иисуса мироздание не рухнуло и не пустилось в хаос. Таковы аргументы позиции, гласящей, что суть спасения заключалась в том, что за грешников свою жизнь отдал сам Бог. Итак, кто же всё-таки умер на кресте? Мы с вами рассмотрели обе позиции и убедились в том, что у каждой из них есть весьма сильные библейские аргументы, хотя не лишены они и слабых мест. Как видите, вопрос этот отнюдь непростой. Если бы Библия давала на него исчерпывающий ответ, то двух мнений не существовало бы. Но, по-видимому, книга книг вовсе не ставит перед собой цели и раскрыть этот момент во всех его тонкостях. И здесь важно понять одно. Мы можем соглашаться или не соглашаться с той или иной богословской концепцией, однако само по себе их наличие никоим образом не устраняет основную идею и надежду христианства, которая заключается в том, что человек не способен обрести спасение своими силами, поэтому ради него на кресте умирает Иисус. Конечно, пытливый ум тянется к правде, часто желая дискуссий. Как вы знаете, мы и сами любим организовывать культурные богословские дебаты. Однако порой споры между христианами опускаются на самый низменный уровень без любви и уважения. Вместо подобных беспринципных споров куда лучше будет тратить свою энергию и таланты на то, чтобы распространять радостную весть об Иисусе, умершем за грехи всего мира. Ведь это именно та цель, которой и подводит нас Библия. Друзья, спасибо за просмотр. Напоминаю, что наша команда готовит видео благодаря вашим пожертвованиям и регулярной подписке на Патреон или Ютуб. Ссылку для поддержки мы оставляем в описании под видео и закрепленном комментарии. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поделиться им со своими друзьями. Напишите в комментариях, что вы думаете об увиденном. Какая из двух позиций, на ваш взгляд, лучше отражается в Библии? С интересом прочитаю каждое мнение. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Мирного неба всем нам. Надеемся, до новых встреч.